поверишь нечистую силу во всяких инопланетян кгбшников протек водонепроницаемый мешок все-таки протек и куртка которую я хотел надеть думал что она будет сухая рукава подмочены рубашка более-менее потому что она была в основном а боковой вот протек но сейчас дождя вроде такого явного нет будем сушить главное свитер сейчас свитер потому что без него в ночью петель придется тут пол леса зажигать тогда чтобы согреться разгонять тучи ну сейчас организую костерок пока я кушаю тут уже он переоделся все как бы это поменено на сухое соответственно только куртек куртек конечно мокрый тоже зашкирку капала то есть когда снимал капюшон левой зашкирку и чуть-чуть подмышки попала вспотела вот сейчас у меня не комфортное состояние ну греюсь полтора литра воды есть еще соку разбавил с водой ну вот остатки там но мыться на зубы почистить вот это все как бы можно конечно проявить чудеса выдержки до сгонять завтра вниз за водой вернуться к этому ручью по а потом пойти вот так вот ну честно говоря у меня мазохизм в ограниченном количестве имеется я обратно даже сейчас идти не хочу размышляю что лучше сделать круг как бы это почему потому что ну очень трудный маршрут 14 километров и 20 метров насчитал 1 метр это еще не дошел до вершины из этих 14 километров километров 4 я только делал вот такие вот шпагаты бляха перешагивал в одном месте очень было круто полз практически вот так прислонившись к стенке скальный и причем пополз пополз и потом пришлось давать назад потому что не смог а внизу водопад журчит метрах 6 и омут под ним но он не глубокий метра может полтора ну там камни во-первых утрых вода настолько холодная что после этого купания да еще с рюкзаком можно вообще забыть о походе то есть там главное чтоб воспалению легких не схватить сказал и тут же полезли ну плюс у меня есть несомненные потому что у меня целая палатка со мной целый коврик надувной куча аккумуляторов ну и спички и куча дров вот видеть то есть топор я не взял конечно ну лишний вес как бы и думал и вот решил не брать а такой вот неплохой хотя тут пила нужно конечно ну лапник хотя бы перчатки рабочие есть сейчас нахреначу палатку непонятно где ставить сильно грязно просто настолько за засрано все ну есть вариант пойти вниз но я в принципе уже настраиваюсь морально на можно нарезать лопуха вот только он тут мелкий в отличие от и это не лопух со всяного лопух постелить снизу как бы у нас лопух там внизу крупный растет раза в два больше листы я многие вытирал и мягкие этот жесткий какой-то от преодолевал он видите береза лежит вот тропинка шла прям вот она вот перешагиваю вот он и вот упирается она прям вот березу то есть вывела меня тропинка прям вот где бутылка вот она есть насколько насколько все коварно насколько все в общем тяжело потом там под кедром пролазил извините что мотаю сейчас я зафиксирую и уже четыре минуты наговорю ужасов и не проглядный туман периодически идет дочь такой моросящий неприятный холодно говорят неделю назад там салют лежал на вершине вот такой вот ужас вершина дальше идти еще час где-то час-полтора еще то есть это рисую час тысячу метров ну вроде должно побольше быть ну то есть еще 300 метров перепадающий плавный подъем достаточно долгий километра 3 0 сама по про по протяженности прибежит человек спрошу я ходил уже под забыл сейчас лес кончится и будет эти вот стена 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 город разрушенный